Нурсултана Назарбаева Назарбаева Его мама желала больше 9 лет встречи с сыном Дважды обращалась к Назарбаеву с просьбой, чтобы он его помиловал Но Назарбаев ее не услышал Более того, когда она была уже в критическом состоянии Было обращение адвокатов, правозащитников и так далее в администрацию президента С просьбой отпустить Мухтара Джакшу, чтобы он успел попрощаться с матерью И опять этот режим ничего не сделал, не среагировал Хотя это, соответственно, по закону они обязаны были его отпустить на встречу с матерью И вот сейчас уже она умерла И режим уже, что называется, обнажил свое лицо до отказа Это бесчеловечный режим, не способный даже делать самые маленькие акты гуманизма Назарбаев не ведет себя ни как президент страны, который выполняет законы Ни как отец нации, который стоит на страже интересов законной конституции Он ведет себя вообще как мелкий, мстительный человек Собственно, я думаю, многим этот пример показательный Чтобы ни у кого не было иллюзии, кто является президентом страны У него не просто отказали нервные окончания, как у многих старых людей Когда организм очень плохо реагирует, нервные окончания плохо работают Человек плохо передвигается, он превратил нашу страну именно в свою копию Когда он не реагирует на мировые вызовы Когда происходит девальвация, постоянная тенге Когда людей пытают в тюрьмах Когда наша страна ничего не производит, кроме сырья Мы все время вынуждены идти в фарватере политики России или других стран Мы не имеем собственную независимую экономику Она вся сырьевая Это просто говорит о том, что у него этих нервных окончаний никогда не было Наша страна не может быть интегрированной в мировую систему Она не может быть очень чуткой на все изменения Она не может быть конкурентоспособной Потому что неконкурентоспособная наша политическая система Потому что Назарбаев узурпировал власть Стал единочным хозяином огромной страны, девятую по размеру И все эти проблемы и последствия В первую очередь связаны с тем, что у нас неправильная политическая система И он ведет себя как хан Хан в 21 году нигде не выживает И не выжит он Это подлый мелкий коррупционный человечек Который вокруг себя собрал такую же шайку людей Который не работает на страну Не наработает народ Они работают на Назарбаева, на продление его власти Чтобы к власти пришли его близкие родственники Вот собственно о чем он думает Этот Нуршултан Назарбаев Поэтому это нас еще больше и больше стимулирует Что мы должны добиться смены режима И построить нормальное цивилизованное государство Сейчас в Казахстан приехала очередная миссия Европейского парламента И удивительно, что это вторая миссия Если в прошлой миссии, когда выходили люди на митинги Назарбаев не реагировал Думал, что он замажет им глаза И в этот раз то же самое повторилось Если в прошлый раз были задержания и все прочее То в этот раз он просто огородил места Нахождения евродепутатов И не подпускал людей, которые пострадали от действий режима Сегодня вы, наверное, видели Что мама Осета Нуршулбаева хотела попасть На встречу с евродепутатами Ее не пустили, гнали за ней Потом ее задержали Нанесли ей ущерб ее здоровью И Анна Гомиш уже сделала заявление Депутат Европарламента Она потребовала встречи с ней И в Астане получилось то же самое Там подставные люди приходили на встречу с ними И заявляли, что в Казахстане все в порядке И вот сегодня власть разоблачила себя Вот всеми этими действиями Вы знаете, по Водаре тоже Были запущены процессы Против Елены Семеновой Тоже были провокации Но суд в итоге признал Был вынужден признать Что все это провокации И ничего не могут предъявить Елене Семеновой За два дня ее буквально таскали Павлодарский суд Пытаясь на нее навесить разные преступления Это все делали работники наших спецслужб Теперь посмотрите, что происходит в Ахтау Идет процесс над Абалавасом Джумаем Которому просто подкинули листовки Он не призывал к насилию Листовки были наши стандартные Это экономическая программа Демократического выбора Казахстана Спецслужбы там дописали Сами призывы к силовым действиям И вот сейчас его пытаются судить И видно, что судья явно ведет дело С обвинительным уклоном Это все происходит на глазах У мирового сообщества Посмотрите ситуацию с Мухтаром Джакшим У него умирает мама Его не отпускает У него плохое здоровье Он находится уже 9,5 лет в тюрьме Это все происходит на глазах У мирового сообщества Все задержания Задержания с синими шарами Задержания в синей одежде и так далее Теперь уже добрались до белых футболок Если раньше не было социальных сетей Не было телефонов Если раньше европейское сообщество Обходило своим вниманием Казахстан То буквально с этого года Ситуация кардинально изменилась Особенно эта сильная ситуация изменилась После того, как на Россию Обрушился шквал различных санкций Обрушился шквал санкций в 2014 году Но на Путина это никак не действовало Он продолжал свою агрессивную политику Собственно, произошло сейчас Покушение на жизнь скрипалей в Англии И вот сейчас фактически Я думаю, что вы видите Терпение европейского сообщества И США закончилось Сейчас пошла волна санкций В ноябре будет еще Как Соединенные Штаты изнутри заявили Что они будут действовать очень решительно Плод до разрыва дипломатических отношений с Россией Совсем недавно был принят в США Закон Магнитского Который предполагал наказание Тех или иных чиновников Которые нарушают права человека И вы знаете Огромное количество российских чиновников Попали под эти санкции Теперь этот закон Начинает методично приниматься Во многих европейских государствах Он сейчас принят в Англии Принят в Литве Сейчас еще ряд европейских стран Планирует до конца года Принять этот закон И теперь этот закон Уже будет действовать Не просто против чиновников России Эти законы будут действовать Против любых чиновников Любой страны мира Которая нарушает права человека Самое удивительное Что эти санкции Сильно действуют на экономику В России Соответственно Эти санкции Начинают действовать И на экономику Казахстана То есть Когда рубль начинает Обваливаться Из-за действия санкции Следом идет падение тенге Вы все понимаете Прямо напрямую Наша экономика Связана с Россией Потому что У нас похожая Сырьевая экономика И многие товары Мы Не производим Какая-то часть Серьезная Мы поставляем его Из России Когда происходит Утешивление Российского рубля Наша экономика Вынуждена тоже Девальвировать экономику Потому что Девальвировать тенге Потому что Идут товары Из России По цене Более дешевые Чем казахстанские И наши предприятия Начинают прекращать Свою деятельность И вот удивительно Что Назарбаев Видит Казалось бы Что Как санкции Работать против России Видит прямую Зависимость Экономик Казахстана От Экономики России И при этом Продолжает Ту политику Которая Фактически Привела К большому Объему Санкций Против России А именно Нарушение Прав человека Вы видите Сейчас повсеместно И действительно Идет нарушение Прав человека Вот Давление На людей Таким образом Построено Что люди Не могут Выразить Свой протест Не могут Выйти на пикет Не могут Выйти на митинги Никакие разрешения Получить Невозможно Власть Глухая И слепая И это Бесконечно Продолжаться Не может Ясно Что сейчас Объем Нарушений Со стороны Казахстана Будет уже Настолько Большой Если до последнего Момента Казахстан Как-то Манипулировал Мнением Депутатов Рассказывал О своих Успехах Вы видите Что именно Этот визит Уже Обнажил Ложь Режима Нусултана Назарбаева Анна Гомич Сегодня Опубликовала Серию Комментариев В своем Твиттере Где четко Показывает Что ее Не обманешь Что Фактически Пытает Людей В тюрьмах Преследует Активистов Преследует За синие Шары За синюю Одежду И все Ее Комментарии В твитте Четко Говорят Эта миссия Европарламента Ясно Сознает Что За режим Построил Нусултан Назарбаев Я хочу Сказать Что Природа Санкции Работает Следующим Образом Накапливаются Все Разные Негативные Факты Потом Идут Дипломатические Переговоры Идут Попытки Воздействия На страну Чтобы Страна Поменяла Курс Дело В том Что Казахстан Подписал Очень много Международных Соглашений Которые Ратифицированы Парламентом Страны А именно Связаны С правами Человека И масса Масса Других Соглашений Подписаны С европейскими И другими Странами Которые Казахстан Постоянно Не исполняет При этом Пытается Замазать Глаза Вот такие В таких Визитах Пытается Обмануть Депутатов Пытается Обмануть Межправительственные Делегации Но Ситуация Уже Кардинально Изменилась И сейчас Режим Назарбаева Уже Разоблачен Меня конечно Удивляет Что Существующая Команда Управленцев Которая Рядом С Назарбаевым Они ему Не докладывают Что Ситуация В мире Изменилась Ситуация Изменилась Она уже Не такая Что сейчас Уже Следует Ожидать Уже Персональных Санкций Они будут И будут Очень скоро Я не могу Сказать В какие Периоды Времени Но они Точно Будут Потому что Это Возмущение Будет Накапливаться Уже Будут Слушания В европейских Структурах Все эти Факты Будут Озвучиваться Международные Правозащитные Организации Будут Все Фотографировать Показывать Обозначать Какие Соглашения Казахстан Нарушает И в какой То момент Наступает Ситуация Когда Санкции Будут Неизбежны Вот сейчас Мы находимся На пограничном Периоде Когда Именно Режим Султан Назарбаева Нарушил Немыслимое Количество Международных Соглашений Совершил Преступления Против Прав Граждан Против Человечности Все эти Пытки Они Не уступают Пыткам Гестапо Фашистских Застенках Поэтому Все эти Преступления Они Будут Иметь Последствия Я Обращаюсь К нашим Активистам Мы Должны Сделать Свой Вклад Мы Должны Активнее Участвовать В тех Или Акциях Мы Должны Присылать Видео Обращаться К депутатам Разоблачать Режим Как сегодня Это сделала Мама Осета Нуржаубая И многие Многие Другие То же Самое Делает Айгуляк Берды Вахтау Этот Режим Пытается Засудить Ее Мужа Затем Преследовать Ее Мать Четырых Детей Вы Понимаете Что Эти Бесчеловечные Действия Провокации Со стороны Спецслужб В конеч Счете Приведут К обвалу К обвалу Этого Режима И они Будут Следствием Этой Преступной Политики И мы Должны Реагировать Мы Должны Сопротивляться И только Тогда Будет Поддержка Со стороны Европейских И других Западных Структур Если Мы Будем Молчать Если Мы Будем Просто Прятаться По углам Ничего Не Изменится Надо Бороться Надо Сопротивляться Сейчас Наступила Уникальная Ситуация Когда Огромное Количество Разных Международных Правозащитных Организаций Очень Внимательно Следят За ситуацией В Казахстане Они Не просто Следят Они Пишут Разные Отчеты Рассказывают Наращиваться Приезд Разных Миссий Самых Разных Стран В первую очередь Европейских Европейского Парламента Депутатов Разных Стран Уже Очевидно Что Уже Процесс Пошел И Наша Страна Находится Зоне Мощнейшего Интереса Европейских Структур Поэтому Давайте Ребята Будем Активными Будем Показывать Что Творит Режим Пытки Преследования Не Молчите Вы знаете Адреса Куда Нужно Писать Вы Знаете Что У нас Есть Штаб ДВК Где Вы Тоже Туда Можете Писать Вы Знаете Правозащитные Организации Типа Опен Диалог Открытый Диалог Можете Писать Туда У вас Есть Данные Этих Депутатов Емейлы На Фейсбук Мы Вам Поможем Все Это Правильно Организовать Давайте Активнее Действовать Здесь Мне задают Вопрос Как Вы Оцените Интересы Запада На Сырьевом Секторе Казахстана Также На Доступ Хранение Отработан Урана После Таких Уступок Запад Может Реагировать На Нарушение Прав Человека Я Вам Следующее Скажу Казахстан В Мировой Торговле Там Вообще Ничтожная Его Доля Поэтому Его Считайте Нет На Карте Мира С точки Зрения Вот Именно Сырьевых Поставок Это Ничтожная Доля Поэтому Ведущие Европейские Страны И США Не будут Продавать Эти Интересы В угоду Нарушении Прав Человека Уже Ситуация Я говорю Еще раз Сильно Изменилась Да Были Моменты Что Западные Страны Проявляли Беспокоенность Говорили Что Важна Стабильность И так Дали Но Вопрос Стабильность Какой Ценой Что Это За Стабильность Тогда Когда Людей Пытает Как Фашистских Застенках Что Это За Стабильность Когда Люди Придавлены И Задавлены Что За Стабильность Когда Завтра Она Может Взорваться И Превратиться Новую Сирию Потому Что Терпение Народа Есть Предел В итоге Все Это Взорвется Превратится Большой Кипящий Котел И Поэтому Сейчас Ситуация На Западе Очень Серьезно Изменилась И Все Эти Проблемы Будут Решаться Совершенно По Другому Если Мы Будем Активными А Вот Эти Хранилища Хранения Какая Продажа Нефти Они Никакого Значения Не имеют Именно В такой Политике Никакого Значения Для Запада Здесь Меня Опять Странный Вопрос Задают Когда Оппозиция Задушена Задъем Сступают Те Кто Не Боятся Смерть Например Террористы Стоит ли Ожидать Серию Терактов Казахстане Ребята Давайте Мы Сами Себя Не будем Запугивать И Ждать Каких-то Терактов От этого Ничего Не улучшится Давайте Мы Организуемся Построим Ячейки И именно Массовым Сопротивлением Организации Различных Акций Протестов Вот собственно Как делать В России Как это Сделала Армения Именно Таким Образом Добьемся Успех Не выдумывайте Всякие Вещи Вот террористы Не запугивайте Не идите На поводу У властей Они специально Вбрасывают Все эти Видео С какими-то Масками С автоматами И специально Таким образом Хотят Создать повод Чтобы Соловикам Развязать руки Не играйте В их игры Сейчас Очень важно Фиксировать Все эти Нарушения И Их Просто Отправлять По нужным Адресатам И мы Их доведем До Соответствующих Международных Структур Вы меня Можете Спросить Почему Власти Казахстана Недооценивают Ситуацию Я уже В начале Своего выступления Говорил Что Назарбаев Старый человек У него Нервные окончания Не работают Он давно Во власти Он давно Потерял Связь С народом И вот И таким образом Именно Поэтому Это приводит К тому Что Он Не видит Реальную Картину Он не видит Реальную Картину В мире Вы же Помните Как он Выходил С идеи А давайте Откажемся От доллара Давайте Сделаем Акметал Кто это Предлагает Человек Который Имеет Отсталую Экономику Сырьевую Где Люди Получают Ничтожную Зарплату И он Предлагает В мире Какие-то Экономические Преобразования Ну Просто Смешно Вот Это он Может Байкер Рассказывать Что он Такой Умный А в мире Просто Над ним Насмехается То есть Этот человек Полностью Потерял Реальность Потерял Связь С народом Он Не понимает Экономику Он Не видит Что происходит В стране Он Не понимает Что Сейчас Массовое Возмущение Накапливается И в конце Концов Это все Взорвется И эта власть Будет сметена Негодующим Народом У меня Здесь спрашивают Что делать Другим городам Мы сидим Ждем И клеим Листовки Ребята Вы про какие Города Говорите Мы говорим Во всех городах Страны Надо создавать Ячейки Мы говорим Что во всех Городах Страны Нужно набирать Сторонников Мы говорим Что Мы должны Набрать Суммарно По всем Городам Один миллион Сторонников Мы должны Иметь Ячейки По всей Стране Чтобы эти Ячейки Могли Управлять Протестными Массами Мы должны Распространять Программы Демократического Выбора Казахстана Мы должны Подготовить Большое Количество Лидеров Потому что Мы завтра Должны Перехватить Эту власть И построить Новую Демократическую Страну Вы понимаете Да Сейчас Нас еще Мало Да Недовольных Режимов 90% В минимум Но Готовых Действовать Выходить На улицы К сожалению Пока еще Мало А для того Чтобы это Изменилось Нам нужно Создавать Ячейки И набирать Сторонников Сторонников Тех Кто готов Действовать Я уже говорил Что таких людей Около 5% Это мировая Статистика Активных В нашем Ситуации От 18 Миллионов Около 5% Это 1 миллион Человек Поэтому Нам важно Набрать Сторонников Нам важно Увеличить Количество Наших Сторонников В чате Сейчас У нас чуть Больше 60 Недавно Было около 100 тысяч В центральном Чате И то же самое Процедуло По оригинальным Чатам Поэтому Наша задача Нарастить Число Наших Сторонников Готовых Действовать Здесь у меня Спрашивают Какие шаги Мы будем Предпринимать В ближайшем Будущем В ближайшем Будущем Мы будем Проводить Агитационную Работу В ближайшем Будущем Мы будем Выпускать Разные Видеоролики Рассказывающие О программах ДВК В ближайшее Время Мы будем Распространять По Ватсапу Все материалы По деятельности Демократического Выбора Казахстана И таким Образом Рассказывать Людям Глаза На этот Действующий Режим Расширять Количество Наших Сторонников Вот что Мы должны Делать В ближайшее Время И мы Должны Все равно Выходить На тренировку Пусть Нас Будет Не так Много Но мы Должны Организовывать Акции Протеста Мы Должны Выявлять Случаи Коррупции Мы Должны Выявлять Случаи Нарушения Со стороны Этой Власти Что Они Нарушают Наши Элементарные Права Которые Написаны В наших Законах В нашей Конституции И мы Должны Таким Образом Набирать Количество Сторонних Необходимо Для смены Режима Посмотрите Даже На центральный Чат Чуть Более 60 тысяч Более 30 тысяч Нас Вот за последние Два месяца Резко уменьшилось Это О чем Говорит Что Вот Мы Упускаем Этот момент Количество Сторонников У нас Не растет Люди Боятся Мы Разработали Технологии Которые Позволяют Работать Скрытно Через Некие Неопознаваемые Поэтому Ребята Надо Привлекать Сторонников Выходите На штаб Давайте Работать Уже С существующими Ячейками Я вчера Говорил Что Все равно Ближайшие Несколько Месяцев Назарбаев Объявит О досрочных Выборах И мы Должны Это Использовать Мы Должны Активизироваться Мы Должны Сказать Что Назарбаев Хочет Власть Вовести Свою Дочь И Своих Членов Семьи Чтобы Они Заняли Ключевые Позиции Чтобы В случае Когда Будет Его Неожиданная Смерть Чтобы Они Перехватили Власть Вот Что Он Сейчас Делает Мы Устали От Его Тридцатилетнего Правления Мы Должны Готовиться К Мирной Смене Режима Организационно Политически Мы Должны Наращивать Силы Поэтому Давайте Ребята Вот Сейчас Самая Простая Задача Нарастить У нас Число Наших Сторонников В центральном Чате И Затем В региональных Здесь Ведь Нет Никакого Риска Мы Сейчас Вот Завтра Немедленно Не выходим На акции Протеста Это Скрытая Работа Набирать Сторонников ДВК В чат Если Мы С этой Работой Не можем Справиться То Грош нам Цена Сейчас Вот Здесь Мне пишут Что Надо Делать Рассылку По Ватсапу Да У нас Есть Группа Людей Которые Занимаются Методично Рассылкой Разных Сообщений По Ватсапу Сейчас Где-то В день Уходит Около 20 тысяч Сообщений Считайте Что В стране Каждый День 20 тысяч Листовок Распространяются По номерам Да Это Мало Но За месяц Это Фактически Минимум Полмиллиона Человек Набирается Мы Эту Работу Усилим И Вам Тоже Просьба Подключиться К этой Работе И Помочь Участвовать В рассылке Материалов Демократического Выбора Казахстана Еще раз Ребята Я хотел бы Отметить Сейчас Огромный Интерес Западных СМИ Западного Сообщества К нашей Стране И В первую Очередь Это Виной Является Сама Россия Казахстан Является Членом Евразийского Союза Поэтому Собственно В орбиту Интереса Международных Структур Запада Теперь Является И Казахстан Это Хорошо Именно Поэтому Сейчас Идут Миссии За миссиями В Казахстан Это Уже Не Остановить И В какой-то Момент Режим Получит По заслугам Получит Массу Персональных Санкций Всех Тех Кто Участвовал Подавление Прав И Прав И Свобод Граждан Казахстана Режим Просто Так же Спит Ведет Себя Так же Как и Предыдущие Годы Когда Они Замазывали Глаза Западу Теперь Уже Не Получится Этот Визит Четко Показал Реакция Анни Гомыш Уже В Твиттере Есть Сейчас Вы Увидите Сейчас Будет Только Нарастать Визиты И В какой-то Момент Они Скажут Что Вы Не Выполняете Международные Соглашения И Перед Назарбаем Будет Стоять Выбор Он Продолжает Свою Политику И Получит Персональные Санкции Сам Его Ближайшее Окружение А Вы Знаете Его Капиталы Спрятаны Все эти капиталы попадут под удар Здесь у меня спрашивают Как скоро мы можем ждать От Европарламента По поводу санкций Этого никто не знает Даже сами депутаты Я просто вам говорю Это не так Что Позвонил депутату по телефону На следующий день Все поехало Нет Это Очень сложный Бюрократический механизм Это накапливается Вся эта информация Идет Разный Среди депутатов Проводится Слушание Анализируется Отчеты Международных правозащитных организаций Затем Идут требования Казахстану Чтобы она исполнила Страна исполнила Международные соглашения И шаг за шагом Если страна Не выполняет Уже после этого Начинаются Первые санкции Вторые санкции И так далее Это не происходит Немедленно Это целый процесс Но ускорить мы его можем Ускорить мы можем Своими действиями Вот сегодня Пошла мама Осета Нуржаубая туда Она свой вклад сделала Вот Елена Семенова Активно выступила Они ее давили Она свой вклад сделала И все те Кто активные Кто обнажает Суть этого режима Именно они Делают свой вклад В том Чтобы этот режим Санкции Был внедрен Как можно быстрее Пассивностью Прятание по углам Сидение Тихо Не изменит ситуацию Только сопротивление Только сопротивление Эту режиму Массовое сопротивление Ускорит Принятие санкций Против Назарбаева И его ближайшего окружения Так что ребята Давайте Действовать активнее Набираем сторонников Действуем Распространяем информацию О демократическом выборе Казахстана Распространяем информацию О преступлениях Режима Чтобы люди Осознали Что так дальше Жить нельзя И когда Скоро объявит Назарбаев О своих досрочных выборах Мы должны Тоже Своё слово сказать И добиться Использовать То что на этих выборах Будут очередные Фальсификации И массовому выступлению Добиться смены Режима Как собственно Это произошло В Украине В 2004 году Как недавно Произошло В Армении И мы тоже Можем это сделать Я вот слышу Всякие комментарии Вот казахи Такие-сякие Казахи плохие Казахи Такие же Как армяне Такие же Как украинцы И другие Две ноги Руки Голова Всё такие же Если кто-то считает Что вот у Назарбаева Там полиция И так далее А что вы думаете У других диктаторов Что ли нет То же самое У них всё есть И тоже сопротивляется Но диктаторские режимы Падают Всё зависит От единства нации Народа Мы должны Бедницей действовать Тогда Это жалкий Старикашка Просто Упадёт И твой режим Вы увидите Какой он будет Жалкий Когда находиться Будет за решёткой Когда он будет Рассказывать О том Что он сделал вклад И его памятники Будут валить Это всё произойдёт Если мы Будем действовать Энергично Не бояться Понимаете В мире Именно так это происходит Никто никому Не платит деньги Люди действуют Вы посмотрите Как действует Молодёжь Тысячи выходят И скандируют Путин гор Нам не нужен царь Вы смотрите Что происходит Школьники Выходят в России Школьники Так что ребята Давайте Будем активными Сезон политический Начался Режим делает Непрерывные ошибки Он будет делать дальше Потому что Старый организм Не только у Назарбаева Но такой же организм У нашей страны Я имею ввиду Политический Экономический Отсталая экономика Всё отсталое И она Должна упасть Упасть Чтобы Мы могли построить Сильную страну Современную экономику И свободную Свободную Политическую систему Свободную От коррупции Свободную От давления На личность И мы это Сможем сделать Я на сегодня Свой эфир Завершаю Хотел поблагодарить За то что вы Слушали Ещё раз Санкции Приближаются Против Назарбаева И его окружения И их скорость Принятия Будет зависеть От нас От нашей решительности О том Как действуем мы Они нам помогут Для того чтобы Добиться смены режима Они не сделают Главного Они не сделают Того чтобы Десятки тысяч И сотни вышли На улицы Но они нам помогут Они нам помогут Обесточить режим Арестовать их деньги Превратить их В жалкие существа Потому что Они умеют Только воровать Ничего Строить не умеют Когда их ресурсы Будут арестованы Это будут Жалкие существа Которые ничего Не смогут сделать Так что Давайте ребята Действовать Слава Богу До встречи В следующий раз В эфире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому